Привет! С вами Маако, и вы на канале с обзорами книг платформы Литмаркет. Сегодня я расскажу вам уже о восьмом читательском марафоне Литрит. Ну что, поехали! Вот и настал тот день, когда начинается новый читательский марафон Литрит. Если честно, я очень ждала этот день. Хотя бы просто потому, что мне нравится данный марафон. Не только из-за того, что есть возможность прочитать книги бесплатно, которые по сути своей на сайте стоят платно, но и потому, что можно познакомиться с очень интересными авторами. Большая часть которых, по большей части, в некотором плане не совсем форматные. Ну, точнее, вы вряд ли встретите их на первых страницах топов. Но это не значит, что книги могут быть неинтересными и недостойными вашего времени. Наоборот, на мой взгляд, количество оценок или библиотек, не говоря уже о самих покупках, далеко не является показателем того, хорошая книга или нет. Ведь даже гуляя по дну, всегда можно наткнуться на ракушку с жемчужиной. Правда, тут, конечно, вопрос больше в географии. В каком море можно наткнуться на эти ракушки с жемчужинами. Ну и да, ценность жемчуга и все такое прочее. Но в целом это не отменяет саму идею. Итак, новый литрит проводится с 13 апреля по 13 мая. В нем, так же, как в прошлых, участвует 21 книга от авторов литмаркета. Читателю, так же, как и в прошлые разы, предстоит выбрать книгу, которую хотелось бы прочитать из тех платных, что авторы предоставили бесплатно. Написать о своем выборе личным сообщением в группе литрит. Было бы еще, конечно, хорошо сделать репост у себя на страничке или в группе, чтобы люди знали, куда вы решили записаться. Ну и, понятное дело, потом делиться своими отзывами у себя на страничке. Ну и желательно еще где-нибудь там на том же сайте литмаркета или на сайте BookMix, там можно отзывы публиковать. А что нет, больше народу знает, интереснее будет. Ну и, понятное дело, что в итоге тоже получить доступ к книге на сайте литмаркета. Ну а дальше дело за малым. Прочитать, проанализировать, написать отзыв. Главное, чтобы он был честный и не переходил на личности автора. Можно, например, написать герой «Тупая морковка», но не следует писать, что автор «Тупая морковка». Это организаторы марафона не пропустят. И да, вам тогда придется переписывать отзыв. Потому что, как бы то ни было, особенно в наше время, очень важно оставаться человеком. И даже если вам что-то в произведении не понравилось, ничего страшного. Если вам удастся объяснить, что именно вам не понравилось и почему, не переходя на личность автора, в этом нет никакой проблемы. Ну и да, взять новую книгу можно будет только после того, как будет прочитано предыдущее. И оставлен отзыв не менее 10 предложений. Ограничений по жанрам на марафоне, как обычно, нет. Поэтому найти что-то лично для себя, думаю, сможет практически любой читатель. Кое-что из предоставленных книг лично я уже читала. И на что-то у меня, по-моему, даже были видеоотзывы. Но ссылки я оставлю, когда будут появляться эти книги. Так что будьте внимательны с этими всплывающими ерундовинками. Ну а теперь давайте посмотрим на то, как авторы характеризуют свои книги одним предложением. Подорожник для души, автор Литрид. Это сборник веселых и светлых историй. Экзамены по взрослению, автор Кэти Спинни. Это история о борьбе четырех друзей с ехидным профессором, упертыми родителями, происскими врагов и друг с другом, само собой. «Буря скроет наши следы», автор Алария Тойе. Это книга о древних струнах, жителях далекой галактики и в то же время о нас с вами. «Мой кровный принц», автор Шерил Винд. «Пубертат в тысячу лет – это вообще законно?» «Мотыльки», автор Майя Неверович. Данная история с привкусом девяностых. О сложностях взросления и о том, что взрослой быть ничуть не проще. «Мрачные истории за оконье», автор Евгения Высаковская. В данной книге все не то, чем кажется. Пока дышу, автор Наталья Ильина. Прежний мир исчез. На его обломках юные выжившие пытаются построить новый. Краски и пепел. Авторы Олег Яковлев и Мария Герасимова. Это мрачная поэтическая сказка. За три истории до летописи. Автор Александра Пушкина. Прикол о том, как приморский город не покорился северной колдуньей. Проклятый ребенок нашел свой дом, а лесная целительница – любовь, которой уже не ждала. Ревизор и его цирк. Автор Нина Чуканова. Здесь столичный инспектор, став жертвой ограбления, вынужден набрать в команду каких-то дятлов. Скрижаль невозможности. Автор Микаил Мейдж. Это книга полного погружения с послевкусием, как от хорошей атмосферной игры. Принцесса Дракошек. Автор Илья Поляков. В которой вы пройдете путь домой через тернии к звездам. Колючка и стихоплет. Автор Татьяна Грачева. Это история о первой любви, выросшей из дружбы и поиске своего места в жизни. По-другому. Автор Анна Евда. Здесь разочарование это лишь новая возможность разглядеть по-настоящему достойное. Сколько стоит корона. Автор Екатерина Коновалова. Это средневековый детектив с умным, но некрасивым героем магии и любовной линией. Дыхание солнца. Автор Лина Павлова. Здесь вы найдете восток, кровь и тайны. По-эту сторонние. Автор Лидия Ситникова. В данной книге все начинается с голубей. Залив свиней. Автор А.К. Хольм. Это сборник рассказов о людях и непростых выборах. Железо и серебро. Автор Мария Гуцол. Это нуарный триллер с Фейри и мертвецами. Эхо в пустой голове. Автор Ника Милосердова. Здесь вы найдете заметки наблюдения за нашим безумным миром. Тайна дома номер 12 на улице. Флорет. Автор Владимир Торин. Это таинственная история о странном доме, стоящем на пустыре в странном городе. Габен. Итак, прочитано мной из данного списка было всего-то две книги. Это «Буря скроет наши следы», которые я читала, по-моему, в прошлом году. В начале прошлого года. И очень удачно ставила не только отзыв, но и видеоотзыв. Ну, по крайней мере, видеоотзыв автору понравился. Мне так понравилось. Что ж, я зря его делала, что ли? Ну, а если немного о сюжете, то да. Это интересная история о людях и о том, как они пытаются сделать мир лучше. Ну, точнее, даже не мир, а целую вселенную. И кто им в этом помогает? Финал в некотором плане лично для меня был даже немножечко неожиданный. И по-своему объяснял именно само название. Но, насколько я поняла, не все до этого догадались. В прошлый раз. Посмотрим, сколько догадается в этот. Вторая же книга из данного списка, которую я прочитала, это «Пока душу». Книга такая... С одной стороны, она кажется спокойной по ходу повествования. За счет того, что написано очень хорошо и красиво и грамотно. А с другой стороны, она поднимает очень важные вопросы взросления и ответственности. Ну, а также наследия. Так что да, книгу советую к прочтению. Не помню, был у меня на ней отзыв или нет. Если был, он будет тут. Если не был, то, ну, значит, придется однажды исправлять ошибку. Ну, а планирую я прочитать, во-первых, экзамены по взрослению. Ну, потому что, ребята, мне нравится, как пишет Кэти Спинни. Ну, и пусть, возможно, я нескоро отправлюсь в Италию. Но побывать там хотя бы с помощью книг, ну, оно стоит того. Ну, и плюс герои у нее всегда очень интересные и за ними интересно наблюдать. Да и ситуации, по сути своей, жизненные. Ну, данная книга для меня в новинку. И здесь меня по большей части подкупила именно сама обложка. Я, если честно, не читала аннотацию. И понятия не имею вообще, о чем она. Я даже жанр не смотрела. Меня просто привлекла обложка. И я поняла, что эту книгу я хочу прочитать. Потому что мне любопытно. На модельков я посматривала уже некоторое время. Прям давно посматривала. Думала, я до тебя когда-нибудь доберусь. Ну, а тут марафон для третий. Фу, боже мой. Книга сама идет ко мне в руки. Практически. Здесь меня тоже в некотором плане подкупила обложка. Она такая немного нестандартная. Вот прям очень нестандартная. По сравнению с тем, что во многом сейчас популярна. Видимо, этим она и подкупила меня. Что она прям совсем нестандартная. Поэтому мне интересно, что же там за краски. И каким боком там пепел. И опять-таки. Я жанр не смотрела. Меня сразу подкупила обложка. Но вот бывает. Данную книгу я выбрала, потому что я не читала «Унышла Кен» или «Удачный денек». Ну вот не дошли у меня лапки в прошлом марафоне до данного произведения. Я решила, что надо исправляться. Тем более это симбиоз котов и драконов. Ну как это может не подкупить? Это же коты и драконы. Кота-драконы. Как кота-драконы могут не подкупить? Ну в общем, в этот раз точно прочитаю. Ну с данной книгой опять-таки тоже все просто. Я давно на нее посматривала. И давно думала, что я до нее доберусь. Не использовать возможностей Литрида. Ну, было бы глупо. Тем более, что насколько я понимаю, и я читала до этого другие произведения данного автора, должно быть хорошо, интересно, жизненно. И стоит того. Для меня это новый автор, поэтому я решила, чё б не познакомиться. Кто знает, может мне понравится. Опять-таки, меня подкупила обложка. Вы на нее только посмотрите. Она ж прям так и зазывает. Прочитай меня. Прочитай меня. В общем, сложно удержаться. У Марии Гуцелла я до этого читала осеннюю жатву. И мне понравилось. Ну, а теперь, опять-таки, чё бы не воспользоваться возможностями Литрида. Буду с интересом знакомиться также и в Железо и Серебро. Если я правильно понимаю, то там будут другие герои. Не те, что были в осенней жатве. Но некоторые моменты могут перекликаться. Судя по аннотации. Если я правильно помню. Ну, посмотрим. В общем, от планируемых прочитать книг я жду много интересных моментов. Ну и впечатлений, понятное дело. Итак, участникам марафона я могу пожелать только одно. Приятного чтения и не жуйте кактус. Если книга вам по какой-то причине не нравится, что в целом и общем можно понять через ознакомительные фрагменты, не надо, не стоит её читать. Зачем портить настроение себе, а потом и автору, рассказывая о том, какая книга у него плохая. Хотя, по сути своей, она может такой и не оказаться. Для кого-нибудь другого. Хотя, кто я такая, чтобы вам говорить, что вам делать? Выбор, как всегда, в любом случае будет за вами. И если книга вам действительно очень понравилась и вам хочется как-либо отблагодарить понравившегося автора, понравившуюся книгу, всегда есть донат. Думаю, даже 20, 50, 100, 200 рублей могут поднять с автору настроение прям на плюс 100-500. Как говорится, мелочь, а приятно. Все ссылки я оставлю внизу в описании, как всегда, чтобы вы подробнее могли познакомиться с правилами Литрида, с книгами, которые там будут участвовать, ну и понять для себя, интересно вам это или нет. Так что, если вам понравилось данное видео, ставьте палец вверх. Смотрите другие мои обзоры, где я просто обозреваю книги или читаю рассказы. Ну а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И помните, если книга идет с пометкой «Самы сдат», это еще не значит, что она плохо написана.